Впервые прошлым летом губкинские студенты в составе стройотрядов выезжали на настоящую стройку. Ребята помогали возводить новый микрорайон Екатеринбурга. Один из участников большой стройки – Евгений Олейник. Сейчас он спокойно рассказывает о своем опыте, а ведь тогда было совсем непросто. Самые большие минусы – это, конечно же, было недосыпание, ну так как летний период времени. Конечно же, и заработная оплата, потому что, как наши ямальские люди, они привыкли к более высокому заработку, чем в Центральной России. Студенческие строительные отряды сборной Ямала – это не только работа, но и отдых, новые знакомства. Для ямальской молодежи уже по программе «Дорога молодым» есть возможность пройти переобучение, а также стажировку на территории России. Данная программа охватывает молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. На основании государственного задания 2014 года молодежный центр «Технология занятости» город Салихард пустил новое движение для молодежи – это «Дорога молодым» – стажировка в Омске, в Новосибирске и в Тюмени. Программа включает в себя обучение и работу по таким профессиям, как менеджер по продажам, туризму, администратор салона красоты, фитнес-клуба, телемаркетолог и многим другим. При этом проживание, проезд и питание будут оплачиваться за счет средств окружного бюджета. Ребята проходят стажировку за статистику с того года. Из ноябрьского приняло 52 человека участие. Также нас принимают с Казовского района, это было в том году 2 человека. Куровский район, 3 человека. С Нового ренгуа, Слобытнанок. То есть со всего Ямала ребят принимают участие. В этом году пройдет стажировку 80 человек. Студенческие стройотряды «Ямала» входят в российское движение стройотряда. Его представители во время общения с президентом в МИФИ поинтересовались, возможно ли участие стройотрядовцев в восстановлении Дальнего Востока. Мы финансируем это из федерального бюджета, но реальная организация происходит на региональном уровне, на уровне губернаторов Российской Федерации, руководителей регионов. Мы обязательно поговорим с ними на тему о том, как можно использовать возможности студенческих отрядов. Мне бы это, например, очень хотелось, мне кажется, что это было бы очень здорово. Молодые люди, которые хотят вступить в ряды студенческих стройотрядов или принять участие в программе обучения и стажировки, могут обратиться в Центр Современник, в кабинет номер 5. Там же будет проводиться набор волонтеров, в том числе и для работы на Дальнем Востоке. Диана Визочи, Шатракаев, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова